Юва, Брабху вчера очень интересную вещь упомянул после лекции, да? Да, но в связи с тем, что мы про здравый смысл говорили, что здравым смыслом должно служить сознанию Кришны, вспомнилась фраза, это Гаргамуни Прабху сказал, что Шива Брабху договорил, что сознание Кришны это на 95% здравый смысл. Очень вдохновляющая цитата лично для меня, потому что, как я сказал, да, что это мое авторское утверждение, что из себя представляет сознание Кришны это здравый смысл, задействованный в служении Господу, да? И очень вдохновляет, когда слышишь подтверждение от Шилавропады, да, что все-таки сознание Кришны это на 95% здравый смысл. То есть у нас есть шанс. Хорошо, спасибо. Еще? Да. Ну, мы еще говорили о низшем вкусе и высшем вкусе, почему у преданных отказываются? То есть преданных очень легко отказываются от низшего вкусу, благодаря тому, что у них есть высший вкус. И поэтому с чего надо начинать, как-то сказать, презентацию? Или подачу сознания, соответственно, для новых людей? С высшего вкусом. Не с правилой предписаний. Еще раскрывали вы темы по поводу Майавады. Что такое на самом деле Майавада, Майавада, как она есть, в общем. Ага, как она есть. Как она есть, да. Ну, как она есть, потому что мы ничего от Кришны не отвергаем. То есть мы не распределяем постоянно то, что вот это Майя, а вот это Кришна. А что Майавада, это вот есть Майавада, когда мы говорим, что это Майя, это Кришна. Когда мы отделяем что-то от Кришны. Да, когда мы видим что-то отдельное от Кришны, да. Говорим, что это материальное, это духовное, да. Что, например, практика сознания Кришны, это вот только поклонение Божеством в Краме. А, например, Аюрведа, Астрология, Йога, Вастуа, Психология, Социология и все остальное, это Майя. С этим мы не хотим вообще соприкасаться. Завон де Фадо и Фиорфисы, это тоже Майя. Да, все это Майя. Это никак не может быть связано с служением Кришны. Да. По Сахаджи, если что-то, что сказали, что-то уже на параллельном. Сахаджи прямо противоположное на Майеваде. Да. Потому что Сахаджи все определял, как Майевада. Даже Сахаджи более широкое определение. Да, и безусловно, что сознание Кришны обозначает, прежде всего, понять, как все задействует служение Кришне. И есть один текст, в котором Шива Прабхупада очень четко говорит, что преданные проявляют необычайную изобретательность в том, чтобы придумывать новые методы того, каким образом помочь людям соприкоснуться с сознанием Кришны. И вот один из, точнее не один из, а по всеобщему мнению Дискон, самый мощный храм, с самыми лучшими преданными. Это храм Чаупати под руководством Шива Таданат Махараджи. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я все больше и больше поражаюсь. Во-первых, изобретательности преданных, как они могут все соединить со служением Кришне. Не так давно я с моим духовным учителем был в Бомбее, и ему надо было сходить к стоматологу. Ну и, соответственно, есть там один преданный, который профессиональный стоматолог, ну и, соответственно, Махарадж поехал к нему. И мы его сопровождали. Так я поразился, потому что, во-первых, этот преданный, он на работе одет в осьнамскую одежду. Тхотти Курта, что очень напоминает врачебный халат. Так это очень гармонично смотрится. У него большая телека. Там Джаппо Браупада постоянно играет. Или там Киртон, я уж не помню. Киртон Браупада в кабинете постоянно звучит. Божество стоит в Гапал, на ладу Гапал, на алтаре. Даже интересно, что он людей угощает просадом. Хотя там после того, как зубы запломбируют, там два часа есть нельзя. Потом, да, примите эту просаду. И самое интересное, что, ну там, как такое кресло лежащим положением. И на потолке большое изображение Рады Кришны. То есть у людей вообще нет шансов отвлечься от Кришны. И таких примеров среди преданных чулпатик очень много. Потому что они понимают суть сознания Кришны. И для них нет проблем. Да вот, ну, придумать же, как связать стоматологическую деятельность с сознанием Кришны. Попробуй свяжи. Нет проблем. Вот, и все правопад об этом говорит. И еще один аспект, который очень сильно поражает, кстати говоря, вот в основном то, что я, то, чему я учусь, каким-то вот очень-очень ценным моментом в храме Чулпати, это не на лекциях, а вот именно в таком, будем говорить, бытовом соприкосновении с преданными. Потому что вот именно их поведение, оно и отражает вот эту тонкую и очень глубокую суть сознания Кришны, которая помогает им быть ведущими, проповедниками и образцовыми преданными. Один аспект, может быть, я рассказывал даже в прошлый раз. Я рассказывал, как один преданный, главный бухгалтер храма, помогал там одной группе в их проповеди. Непреданной группе непреданных. Нет? Я рассказывал? Ну, в одно прекрасное утро мы вместе повторяем Джапу, и один из ведущих проповедников, ну, я вижу, что во время Джапы один преданный, который, как выяснилось, главный бухгалтер храма, он подходит к одному из старших брахмачарьев, которого, может быть, даже некоторые из вас хорошо знают, Радагу Пинанбраму, такой высокий, худой брахмачарий, он один из президентов храма. И они о чем-то говорят, и Радагу Пинанбраму на меня показывает, он говорит, а вон он из России, он тебе может помочь. И этот преданный ко мне подходит, говорит, что вот нужна твоя помощь, ну, сейчас я тебя не хочу отвлекать во время Джапы, ну, тут есть, как бы, вот, как к нам обратились за помощью одна группа, и нужен твой совет, что сделать. Я говорю, хорошо, мы можем обсудить, и мы назначили время. Я прихожу к нему в офис, и он мне начинает рассказывать, что требуется, да, от меня. Он говорит, что вот тут к нам в храм пришла одна группа людей, они, ну, как, у них есть гуру, вот, и он мне показывает фотографию, то есть, как бы, этого гуру, да, ну, такой парень в джинсах и в майке, и с каким-то этим, даже не тюрбан, она просто повязка какая-то на голове, и на ней, ну, знаете, желтая повязка, и на ней чакра изображена, ну, как, вот, на гербе, на флаге Индии, да, ну, что-то такое, вроде бы что-то такое, около духовное, наверное. Говорит, вот, из этой группы пришли вот это и гуру, я говорю, хорошо, интересный гуру, вот, и они пытаются, как, сделать так, чтобы во всем мире был мир, да, такая группа за мир во всем мире. И вот этот гуру говорит, что мир во всем мире установится тогда, когда в разных частях планеты будут похлоняться разным формам Верховного Господа, да. Вот, и он говорит, что они установили божество, кого же они установили, в Кашмире, чтобы там не было войны, я вот даже не помню, может быть, Господы Ширы или что-то такое, да. Вот, вот, а я говорю, откуда эта идея взялась? Он говорит, ну, вот этот гуру, он как-то во сне видит, ему во сне какие-то откровения приходят, чтобы устанавливать там разные формы Дуцпы, да, что так можно мира во всем мире достигнуть. И вот ему пришло такое откровение, что в Узбекистане надо установить божество Бараха Дева, и тогда будет мир, ну, в Средней Азии. Вот, и он, значит, говорит, что это должен быть Бараха Дев со своей супругой. И они уже заказали божество, и он показывает мне фотографию. Ну, это Бараха, ну, то есть в форме вепри, да, ну, такой как бы стоит, как человек, но только голова вепри, да, с гирляндой, все, и рядом стоит Барахини, то есть его супруга, тоже в форме соответствующей, в подобной форме Барахи, я такой в шоке. Я говорю, это еще откуда, то есть в каких шастрах вообще написано, что в Барахе? Такая супруга, да, такого внешнего видоса. И этот предный, а это как бы старый предный тоже, он достаточно давно практикует брахмачарии, полностью всю философию знает замечательно, вообще. Он говорит, ну, похоже, они не по шастрам действуют, то есть это, похоже, вот, просто идея этого гуру, да. И у меня в уме такой взрыв, вообще, что ли? С кем они связались, о чем он вообще думает, какие-то чудики, да? Вообще, полностью, как бы, ну, спекулянты какие-то, что-то придумали за мир во всем мире. Вообще, как бы, никакой ни парампоры, ничего, этому кадру что-то снится. И он это пытается в жизнь воплотить. Вот, и я говорю, ну, ладно, и как они хотят установить это божество? Ну, я думаю, как бы, что, ладно, все-таки они помогают, может быть, есть какие-то, ну, как бы, у них основания для этого, потому что они же прекрасно знают, что это все спекуляции, да, что это все вообще не авторитетно и зачем они нужны. Вот. И я говорю, ну, то есть, зачем мы им помогаем? Ну, то есть, какой смысл им помогать? В чем идея? Он говорит, ну, вот они пришли к нам за помощью, и похоже, что они по нескольким храмам исконоским прошлись. То есть, и даже, оказывается, они сами из Бангалора, и первый храм, который они пошли, это храм Ритвиков, Маду-Пандит. И они, ну, то есть, и там, и в исконно они зашли, их везде футболят. Говорят, что кто вы, какие ребята, идите отсюда, то есть, ни парампоры, ни знаний, ни шастры, то есть. Вот. И они уже все перепробовали, и, говорит, пришли к нам, да. И если мы их отфутболим, то, как-то, может быть, они разочаруются совсем, да. Вот. И мы решили, что, ну, стоит попробовать им как-то помочь. Я понимаю, что это вообще, ну, вот, индийская бхавра, да, такая, индийское настроение, что надо со всеми поддерживать хорошие отношения, всем помогать, то есть, ни с кем не враждовать. Если кто-то, ну, те из вас, кто были в Индии регулярно, наверное, заметили, да, что такое настроение взаимопонимания, какого-то сотрудничества, взаимопомощи, оно вообще по всей стране присутствует, да. Кто-то заметил это. И, ну, да, например, я за... Ну, я с 93-го года практически каждый год, ну, и последние 10 лет, наверное, два раза в год, да, бываю в Индии, то есть, я так посчитал, что... Ну, и несколько раз я там жил, там, по полгода, например, да. Я так посчитал, что вот за все это время, ну, наверное, в сумме где-то, ну, года 4, как минимум, да, я в Индии находился. И за все это время я ни разу не видел драки. Даже если какой-то конфликт, они там друг на друга там как-то покричат, и потом разойдутся, как будто вообще ничего не было, да. Там крикнули друг на друга, успокоились и продолжили сниматься своими телами. Вот, то есть там вот жизнь без конфликта, она у них на очень высоком уровне практикуется. Ну, я заметил, что когда люди присоединяются к искон, то как-то вот их так настраивают, да, что, ну, мы самые крутые, всех остальных вообще там с грязью смешать и на помойку выкинуть, да. Если они не будут делать то, что мы говорим, то есть как бы, ну, как Праупада говорил, да, ботинком им по лицу грязно, да, настучать. Ну, и многие преданы в таком настроении, так и общаются с людьми. Ну, и, соответственно, это помогает, конечно, популяризации осознания грешского. И это повсеместно. И вдруг я вижу, как бы, Чаупати, у них этого нет. То есть вот у них это не разрушено, да, культурная особенность, она у них сохранена. И это удивительное исключение, да, из общего правила. Вот, и я тоже попадаю в это настроение и думаю, ну, в принципе, правильно, да, что... Потому что я по опыту знаю, даже если человеку не удастся помочь в том, что он хочет сделать, да, но если ты просто как-то к нему внимательно отнесёшься и какие-то усилия приложишь, это сохранит хорошее отношение и доверие. Я понимаю, что это то, что они пытаются сделать. Что не ради того, что они верят, как бы, в их, ну, какие-то фантастические идеи о мире во всём мире, а просто ради того, чтобы, ну, как-то их поощрить, что пусть они невежественно, глупо, сентиментально, но пытаются служить Кришне. И вот это позитивный элемент. И вот эти преданные, они видят вот этот элемент, а всё остальное, они просто, как бы, ну, отметают сторону как несущественную. Вот. И он говорит, что, ну, вот, ты, может, посоветуешь, как им можно помочь, да. И я тоже, да, ну, как бы, ещё один момент, что у них, ну, они с какими-то бизнесменами связываются и говорят, что вот, давайте, помогите, мы хотим вот божества установить. То есть те им дают какие-то пожертвования на божества, но небольшие деньги. А на храмы у них уже не хватает финансов. И то есть они только делают божества и ищут куда бы, в какой бы храм их пристроить. Ну, и я говорю, ну, честно говоря, вот такие божества. Ладно бы ещё бараха-то, а то бараха и варахи. То есть явно, что в Исконовский храм, ну, как бы, ну, в Ташкенте есть Исконовский храм, но явно, что там, это, ну, нет вариантов туда эти божества установить. Потому что они даже не берут ответственность за поклонение, то есть они просто божества устанавливают, и всё, сами дальше разбирайтесь с ними. Я говорю, что, ну, несколько вариантов, да, возможных, которые реально могут сработать. Первый, это может быть через преданность найти какую-нибудь школу йоги, такую же спекулятивную. И там, и в школу йоги установить эти божества, да. Это раз. Потом второй вариант, если они, например, согласятся вместо этих божеств, бараха-шелограмм, то есть найти какого-нибудь преданного из Исконовского, да, со второй инициацией, и попросить его, ну, который уже поклоняется, например, шелограмм, попросить его поклоняться, это бараха-шелограмм. И ещё какие-то варианты. Вот, и он говорит, ну, да, попробуем все эти варианты, и, ну, то есть я не знаю, что там дальше случилось или случится, но, в принципе, это не так важно, да. И что самое интересное, эти ребята пришли в храм, и там, ну, приёмная храма, да, и они подошли и говорят, вот так и так, у нас такая идея, нам нужна такая помощь. А эти предные приёмные, они просто растерялись, и они, как бы, ну, потому что слишком сложная задача вообще такая, которую они ставят с многими неизвестными, и они такие растерялись, и они не знали, что делать. А тут проходил мимо вот этот главный бухгалтер. Вот, и они у него спросили, что делать, да. И он на себя всё это взял. То есть главный бухгалтер, это вообще, во-первых, не его служение, да. И он об этом волнуется, да, и, во-вторых, ну, то есть, как бы, такие люди, и он на них волнуется. И, соответственно, я подумал, что вот это возможно только в храме Чаупати, что там вот, ну, как бы, в чём секрет их успеха, что у них настолько личностный подход ко всем и ко всему, что вот именно благодаря этому все так сильно вдохновляются, когда соприкасаются с ними, и, соответственно, ну, как бы, их проповедь, она, ну, конечно, там у них очень много таких блестящих ораторов, вообще талантов, нереальных, которые могут излагать философию невероятно вдохновляющим способом, но моё убеждение, что вот именно этот личностный подход их, который, они все воспитаны вот в таком духе, и вот именно это и главный секрет успеха. А всё остальное — это просто последствия. Ну, то есть, там точно нет ни капли Моевады в этом храме, и вот это уникально совершенно, что они постоянно медитируют, как всё задействует служение Кришне, и как всех задействует служение Кришне, даже если это, как кажется, вообще невозможный вариант. Они всё равно находят возможности, как всё это связать со служением Кришне и так далее, с проповедью. Хорошо. Интересно? Спасибо. Хорошо, спасибо всем, что вспомнили, о чём шла речь. Мы продолжим. С тринадцатого текста. Посмотрим. Он не такой большой. Хотя здесь важные вещи говорятся так же. Шау-нака вачам, иди-гап-пи-бя-ридам-раджа, нишам-я-бардар-шам-ха, ким-ан-ят, приставан-бу-ё, бая-са-ки-м, ишин-каби-м. Шау-нака сказал, «Сын Гесадеевы, шилашу-кадаву Госпламе, обладал обширными познаниями и поэтическим даром». О чём ещё спросил его Махараш Парикшет, выслушав всё сказанное ему. Комментарий шиллобра упаду. «У чистого предного Господа естественным образом развиваются все божественные качества. Основные из них доброта, умиротворённость, правдивость, уравновешенность, безупречность, великодушие, мягкость, чистота. Чистый предный не имеет собственности, всем несёт добро. Он удовлетворён, предан Кришне, свободен от желаний, прост, собран, умеет владеть собой, умерен в еде, рассудителен, вежлив, смирен, серьёзен, сострадателен, дружелюбен, обладает поэтическим даром». Это выделено. Потому что именно об этом шла речь в тексте. «Искусен в любом деле и молчалив». Эти 26 качеств, основных качеств предного, описанных Кришнадарской разум Госвами в Читании Чаритамрите, а данный стих останавливается на одном из них, в поэтическом даре, которым особенно отличается Шукадару Госвами. Шимадбхагават, в его изложении является неоценимым кланом в поэзию. Он был мудрецом, достигшим самоосознания. Иначе говоря, поэтом среди мудрецом. Очень интересный текст. Я подумал, что насколько поразительно отличается ведическая культура, и особенно байшнавская культура, от всего того, к чему мы привыкли, с чем мы привыкли сталкиваться в жизни. Представьте себе, что есть люди, которые между собой общаются только в стихах. и больше никак. Как бы это шокировало в обычной жизни, как бы это шокировало вообще. Я даже подумал, вчера немножко мы говорили о том, что хорошо бы иметь байшнавское какое-то поселение или ферму, или что-то в этом роде. Но в принципе таких поселений уже очень много. И было попыток много. И как-то это не настолько успешно, просто потому, что подобных усилий достаточно много и других людей прикладывает. И вроде бы неплохо, но особо сильно это никого не впечатляет. Особо сильно это никак не привлекает внимание. Но я подумал, что у нас в сознании Кришны достаточно много талантливых предных. И есть такие предные, которые, ну, как, например, Натабраму известный и другие, которые вот просто могут слету стихи сочинять. И вот таких предных собрать. И вот их поселить в каком-то поселении. И самый, ну, главный принцип, чтобы они общались между собой только в стихах. Даже бытовые разговоры. То есть, там, главный закон на этом поселении, что тот, кто в прозе общается, он там не может жить. И представьте себе, да, чтобы было. То есть, поэтическая деревня поэтов. туда бы не только со всего, со всей России или бывшего союза, со всего мира бы люди съезжались. Да, просто увидеть этот уникальный фильм, и когда бы они... А? Прикласс. Надо снато пробу переговорить. Осталось себе вдохновить здесь. И когда люди будут узнавать, что это оказывается преданное, и что преданное такие уникальные личности, оказывается, что они в стихах общаются, явно это их заинтересует разобраться, что такое сознание Кришны. То есть настоящее сознание Кришны обладает фантастической привлекательностью. И мы сможем вдохновлять и привлекать людей настолько, насколько мы проявим сознание Кришны в нашем обществе, и оно будет проявлено в нашем обществе настолько, насколько оно будет проявлено в нас, индивидуально. Поэтому принцип очень простой это начинать с себя и Шила Прабхупада в одной из лекций говорит о важности этих 26 качеств Байшнау и он даже рекомендует в этой лекции, он говорит, что вы должны выписать эти 26 качеств на большом плакате и повесить его в храме где-то на обидное место, чтобы все медитировали на эти качества, все помнили о том, в каком направлении они должны развиваться. Может, это не только в храме в храме в храме в храме в каждом в храме чтобы это была медитация. Вот это наша цель. Такими мы хотим стать. Харьи Кришнах, есть, может быть, какие-то вопросы, дополнения, жалобы, предложения? Нет? Нет? Да. Ага, просто вот сказали, то есть говорить в рифу поэтичную это все заложено в человеке. Допустим, люди могут общаться ментально, например, развиваться. Все эти способности заложены. Просто, допустим, кальюгу люди ленятся развивать это, Но если предные, так как это уже проснувшиеся души, они могут легко реализовать это все. Особенно стимул будет, если за это будут хорошие деньги платить. А если организовать туристические поездки в эту деревню, может быть, хорошим доходом. То есть, пожалуйста, будешь разговаривать в стихах, будешь хорошо заработать. просто взять попробовать в любом. У нас много талантов, даже человек, если даже не талантлив. Просто он может просто попробовать. Это начнет приходить. Однозначно. на своем уровне просто. Если хочешь поздравить и хочешь это изложить в стихах, рифта сама приходит. Просто нужно немножко напрячься, и чуть-чуть. Кришну дает. Я считаю, так в любом деле. Особенно те предные, у которых уже есть потенциал. А у многих предных этот потенциал есть. Потому что в принципе к сознанию Кришны привлекаются те, у кого потенциально уже эти качества заложены. То есть для этих людей эта культура очень близка и понятна. Еще в процессе преданного сложения допустим, но какое-то дело, у кого-то есть к чему-то близкое расположение приходит. Если преданное чувствует, он спокойно может разбить его. Только надо углублять наше служение. Но если вы замечаете какие-то таланты, допустим, у кого-то получается рисовать. Не рисуй. У кого-то получается стихами говори. Не говори. То есть надо углублять этот процесс. У кого-то готовить получается готовь. Но предные они как по верхушкам скачут потом разочаровываться в процессе получается. Кстати, это еще одна очень хорошая выставка выставка индийского творчества или выставка индийского творчества российских мастеров. Ну то есть предные художники с какими-то интересными картинами. такой музей открыт в Бельгии. Я в этот раз попал туда. Называется Музей Священных Искусств. И там как оказалось очень много талантливых художников у нас. И они делают выставки работ этих художников. ну соответственно там ну у них просто выставки но можно их разнообразить например баджаны чтобы пели предные угощали просадом общались как-то с людьми и так далее. То есть это может быть очень мощным пропоедическим инструментом. У нас выделим выдели сознание Гриша начиналась выставка по-моему три места где у нас располагались выставки это первое место лайнера там домик деревянный стоит предмет старины там там была выставка долго время это самое потом была выставка на карло-летних там где городской картинной галереи или что там фотомузей фотомузей вот и потом была выставка где храм сейчас стоит на Беринского геатриум палац отель там было это было очень успешно работы были Мамудхакура художник и так много много работали каких-то индийских мастеров потом даже потом Иджай Кришна он у нас архитектором был художником и первая станция метро это его проект и там была модель храма как раз маленькая модель храма нашего который мы так и не построили и много тоже картин и очень успешно там сидела бредная распространяли просад какие-то арестовки приглашения приходили школьники группами оказывается новое это хорошо забытое старое можно восстановить успешные методы проповеди спасибо еще какие-то вопросы я хотел дополнить утром такой пробовал очень смс и я просто начал стараться так же с людьми переписка есть все равно или email или sms или мессенджеры где-нибудь стараться так же ответные письма писать и я вижу что отношения очень сильно меняются потому что мы среди преданных привыкли к культуре общения часто у людей культуры нет и им очень приятно когда им люди пишут красиво как-то личностно а не просто короткой смс хорошо и там договорились спасибо большое это родноватия пишет письма да родноватия пишет 5 смс в раз у вас на телефоне 400 неиспользуемых смс можно ваш телефон да культура привлекает однозначно как Бак Тивиди Фурми Махараш говорил очень интересно объяснял что философия это теория а культура это практика сознание кришни потому что чем отличается духовный мир от материального то что там очень высокая культура здесь никакой культуры нет да или какая-то совершенно дикая культура так называют культуру или как Бравапада говорил как можно по какому главному признаку можно отличить моего последователя то что это настоящий центр мяса человек самых возвышенный качеств самой высокой культуры можно еще может просто сейчас вот сказать взять индийскую культуру западную смотрим соревнователь сериал силарам и что интересно сериалы допустим взять американские или западные варианты и допустим восточные и там фрагмент какой-то допустим эмоции показывают могут показывать но идет фрагмент минута две просто одно лицо и эмоции лица как они меняются очень-очень медленно американцы там уже с ума сошли уже до этого события там трех лет произошли из этого их посмотрите если посмотрите ситарам да там вот это в индийском стиле они смакуют именно вот эти отношения глубину потом вот это все эти медические принципы там как люди должны себя вести потом как царь должен поступать их отношения предность все показывается ну да именно этим ведическая культура отличается от кармической что ведическая культура это культура отношений а кармическая это культура достижений или как один мой духовный брат как говорит это приоритет отношений с одной стороны духовный подход материальный подход это приоритет потребления потребительское отношение ко всему ко всему и что самое интересное что эта же культура она была основной на руси все то же самое практически можно найти вот и поэтому например у нас очень хорошее преимущество то что мы не приносим не пытаемся привнести что-то новое мы хотим восстановить исконно русское духовное исконно русское духовное которое давало поразительное преимущество из-за того что сейчас навязана западная культура культура потребления культура достижений так называемая культура все разрушается и все это уже понимают нам очень повезло что сейчас мы живем в таком историческом промежутке что большинство людей это понимают все лучше и лучше и поэтому они готовы воспринять позитивную альтернативу мы в группе людей которые работают за поддержку он сейчас в частности в наше время много возникает разных общественных организаций против алкоголя общее дело есть там открывают приюты для бездомных животных ухаживают и так далее люди занимаются много разной благотворительной деятельностью и чаще всего зачастую они приглашают принять участие предлагают принять участие в том или ином проекте помочь как говорится этому общему телу помочь животным внести благо в этот мир сделать мир лучше там которые стремятся гринписовцы диревья давайте высаживать и так далее и так далее понимание уже есть создано что ничто кроме сознания гришна не способны так вот настолько мощно и правильно изменить этот мир то есть мы можем конечно сделать какое-то действие но оно будет капли в море грубо говоря чем есть чем есть ежели мы будем просить кришну чтобы он помог сделал все это то есть не будет это пренебрежением с моей стороны со стороны преданных когда они будут говорить ну извини пожалуйста мы поможем потому что у нас свое служение преданным надо послушать кришне послушать то есть давай лучше вот к нам и если объяснять с точки зрения что да мы можем сейчас что-то руками своими сделать спасти одного трех десятерых животных но в общем картина мало изменится чтобы она в общем изменилась нужно сознание поменять не руками сделать а поменять сознание группу людей безусловно да сознание кришне это наиболее эффективно но правильная модель построения отношений это понять как соединить все эти усилия в принципе направленные на благо с сознанием кришны например ну да я слышал о том что есть такая инициатива по спасению коров ну например многие более старшие опытные преданные говорят что это в принципе здорово да но те деньги которые тратятся на спасение там нескольких коров если их задействовать для популяризации вегетарианства и популяризации сознания кришну можно сделать ну то есть намного больше людей вегетарианцами и соответственно каждый не вегетарианец он съедает за жизнь ни одну корову и так можно спасти намного больше коров то есть когда нет спроса и не будет предложений да то есть как бы ну такой путь оптимизации если это то что происходит внутри нашего общества а если это то что происходит вне нашего общества то есть это деятельность которая ну как бы ну то есть люди занимают будут заниматься этим независимо от того будем мы в этом участвовать или нет ну то есть опять нужен здравый смысл надо подумать ну например то же самое общее дело то есть люди этим будут заниматься будем мы участвовать в этом или нет неважно но если например преданные в этом участвуют то они приносят элементы сознания кришны естественно то есть например они И вдохновляют бизнесменов жертвовать на эту программу. Те, кто никогда в жизни не пожертвует на сознание Кришны. Она общее дело, они как Кришна. И, соответственно, какую-то часть этих пожертвований предные могут разумно использовать в служении Кришне косвенно. То есть, мы не говорим о нецелевом использовании средств. То есть, честность или правдивость – это очень важный момент. То есть, если, например, деньги жертвуются на какую-то определенную деятельность, ни в коем случае нельзя их использовать не под назначением. Потому что это разрушает доверие. И, с нашей стороны, это проявление неуважения к человеку, если мы его обманываем. Но мы можем использовать разум и сделать так, что деньги пойдут целенаправленно, но в то же самое время эти финансы использовать так, чтобы они помогали людям становиться становящими Кришной. То есть, для этого можно использовать разум. То есть, например, если дали на пищу, то можно эту пищу сделать в просаду и так далее. Ну, то есть, очень много разных вариантов. Я уверен, что те, кто занимаются какими-то конкретными программами, Кришна им дает разум, как это делается. То есть, расширить сферу деятельности, расширить круг нашего влияния, как говорится. Мы можем за счет людей, которые занимаются какими-то благостными видами деятельности, и мы можем помочь, привнеся элементы сознания Кришны в эти виды деятельности. То есть, опять-таки, две крайности. Заниматься мирской благотворительностью без связи сознания Кришны. Это одна крайность, да, сентименты. А фанатизм, это сказать, что до тех пор, пока вы не будете Хари Кришна повторять, и всему следовать, мы с вами не будем иметь ничего общего. Это другая крайность, фанатизм. То есть, золотая середина, это как раз-таки здравый смысл и применение разума сознания Кришны. Да, сопричневый смысл, потому что, кстати говоря, может быть, в воскресенье посмотрим, мы можем этот момент осветить. И он связан вот с этим принципом, который Шелтроупада описывает Бхагатам V в главе первой песни, что преданные проявляют необычайную изобретательность для того, чтобы помочь людям соприкоснуться с сознанием Кришны. И вот эта изобретательность является такой яркой, отличительной чертой нашей сампродаи, начиная с Господа Чайтани, который сам проявлял поразительную изобретательность для того, чтобы помочь людям соприкоснуться с сознанием Кришны. И мы знаем, что все ачарии Шелтроупада, особенно, они следовали по его стопам. И это очень неплохо, что как можно через психологию, через астрологию, через благотворительность, через культуру, через образование, через все аспекты социальной деятельности помогает людям становиться бредными или, по крайней мере, менять свою жизнь, делать ее более благостной. Как развивается сейчас движение социальной Кришны в этих странах, в которых оно зарождалось, Америка, Англия, Европа, ну и какие-то другие. Ну и в контексте вот хождения, какие там сейчас существуют какие-то новые программы развития Кришны, внедрения в общество? Ну да, в принципе, ну это тоже один из элементов интересных. Мы вчера в узком кругу говорили, например, про Англию, там, где я провел больше времени, чем в других местах. И преданные в свое время были на таком же положении, как и мы. То есть, их воспринимали как какую-то секту. И поэтому, если преданные проводили хоринамы, их арестовывали, хоринамы останавливала полиция. Если они распространяли книги, их штрафовали за несанкционированную торговлю и все остальное. Это происходило до тех пор, пока преданные не начали сотрудничать с, например, ну то есть, самый успешный шаг, который они сделали, это сотрудничество с другими индуистскими организациями. То есть, один вредный, очень разумный. Он наладил отношения со всеми индуистскими организациями и организовал индуистский форум Великобритании. И, ну, они договорились, что, ну, в конце концов, как бы, у всех у нас, в принципе, одна традиция индуизма. Потому что сознание Кришна тоже с этим связано. И давайте как-то вместе делать дела, давайте друг другу помогать. И вот это сотрудничество привело к тому, что, в принципе, все эти индуистские организации сказали преданным. Ну, поскольку у вас больше знаний, чем у нас, и поскольку вы вообще более активные, чем мы, да, у вас всего больше. Давайте вы вообще будете нас представлять официально, да, что вот Искон будет официальным представителем индуизма в Британии. И это было очень, это был очень серьезный восклицательный знак. То есть, это дало преданным невероятное преимущество. Потому что, ну, сколько тех кришнаитов, да, в Англии, то есть, там, буквально горстка. То есть, даже в процентном отношении смешно, смешное, да, количество. А если людей там чуть-чуть, ну, кто с ними будет считаться, кому они нужны, да? Они просто какие-то чудики, которые всем мешают, да? Вот, но когда преданные установили сотрудничество с индуистскими организациями, неожиданно, они стали представлять очень серьезную силу. Потому что индусов в Британии, ну, может быть, не так много, от 2 до 5 процентов по разным статистическим отчетам. Но все равно, это несколько миллионов человек, и это серьезно. Причем, большинство из них, поскольку они благочестивые, разумные и очень трудолюбивые, они очень успешны в бизнесе. Много из них очень богатых людей, несколько мультимиллионеров на мировом уровне, это как раз-таки лондонские индусы, вредные кришну. И очень много специалистов высокого уровня, высокого класса. И поскольку они вносят такой серьезный вклад в экономику страны, с ними считаются очень сильно. И когда преданные начали представлять эту группу, отношение к ним полностью поменялось. Их начали приглашать в парламент, с ними начала общаться королева Великобритании, как с серьезными людьми, серьезными игроками на как бы национальной сцене. Они, ну первое, что они сделали, они предложили всем форумам государственным посещать храм в рамках изучения индуизма. И соответственно приезжают детишки, им всем прямым текстом проповедуют сознание Кришны, кормят фрасадам. За это школы платят деньги, государственные, из бюджета, храму. То есть все очень здорово. Несколько, прямо, если вы поедете в Бахтириданто-Мэнер, прямо несколько автобусов в день приезжает, да, с разных школ. И там программа за программой, программа за программой. Детей сажают перед божествами, учат их, как Киртон петь, то есть и так далее. Одевают их в хотисаре, тилаки им рисуют, в общем все. И они бы, кстати, да, вот он индуизм какой веселый, вкусный и так далее, да, разнообразный. Не то, что там церкви, что он там, ну и ушел, да. То есть у них остается впечатление на всю жизнь, да, то, что в детстве, это же очень яркие впечатления остаются. Вот, второе, то, что преданные добились, это, ну то есть не все школы могут поехать, да. Второй вариант, это, чтобы преданные приезжали в школы и преподавали индуизм, в кавычках. Ну, они даже называют, это у них веб-сайт свой, личностный индуизм называется. Вот, и они преподают индуизм с позиции сознания Кришны, с точки зрения сознания Кришны. Опять-таки, преданным государство за это платит деньги, потому что это государственная школа. То есть преданные, которые этим занимаются, они дают несколько лекций в неделю, и благодаря этому очень хорошо живут. Да, этого им вполне достаточно для беспроблемной жизни. Они могут еще и пару раз в году в Индию слетать на эти деньги, да, легко. И третье, то, что преданные достигли, благодаря, опять-таки же, этому единственному преимуществу, это открытие индуистских школ. Ну, потому что правительство, оно как бы поддерживает какие-то национальные меньшинства, финансирует, чтобы было какое-то развитие, у них есть бюджет на это, и они поддерживают, там, мусульман, поддерживают еще иудеев, что-то им дают. Преданные говорят, ну, как бы, дайте что-то индусам тоже, они говорят, не проблема. И, соответственно, они открыли, но это государственная школа. И, поскольку это государственная школа, правительство настаивает, чтобы там преподавался не только индуизм, чтобы там преподавались основы других мировых религий, христианство, мусульманство, иудаизм, и буддизм. И чтобы эта школа была открыта не только для детей индусов, чтобы, если, например, какие-то другие семьи захотят, чтобы их дети учились в этой школе, чтобы у них была такая возможность. Ну, это очень здорово, потому что, во-первых, ну, там преподаватели все преданные. Ну, по крайней мере, основные преподаватели преданные, как минимум, там, ну, как бы, друзья сознания Кришны, да, все преподаватели, готовятся, готовят преданные, там все просад. В каждой школе божества, насколько, ну, это традиция индуизма. Вот. И даже, вот, основы мировых религий подаются с точки зрения сознания Кришны. Вот. И поэтому все дети, которые там учатся, ну, соответственно, они очень плотно соприкасаются с сознанием Кришны каждый день. То есть, их там учат божеством, кланяются, в общем, всему. Харе Кришне повторять. Вот. И, опять-таки, эти школы построены на государственные деньги, и все зарплаты учителям выплачиваются из госбюджета. Вот. И эти школы стали настолько популярны, что когда-то, там, года полтора назад, эту школу посетила королева вместе со своим супругом. И преданные, опять-таки, да, очень изобретательные. Они, во-первых, ну, встречали королеву в храмовой комнате, да, перед открытыми божествами. Посадили королеву так, чтобы она была лицом к божествам, Кришна Баларами. И по обоим сторонам от алтаря выстроились детишки и какие-то там стихи прочитали, или песенку спели, что-то такое. То есть, королева, она получала даршу. Реально, божеств, да. Вот. Потом, ну, ее покормили просадом. И в конце подарили ей картину, изображающую господа Чайтанья в лесу Джариканда. Вот. Она очень впечатлилась, да, вот, как бы, индийское искусство национальное. Рассказали ей про господа Чайтанья, который изображен на картине. И упомянули, что самый главный принцип обучения детей в школе, это вот один из главных, одна из главных заповедей, которые Господь Чайтанья оставил. Что тринадо писанья, ничина. Тороро писанья, ничина. Потому что только тот, кто развивает терпение, смирение и почтение, будет постоянно прославлять Господа. Вот. То есть, ну, человек должен жить так, чтобы всю жизнь прославлять Бога. И только вот эти качества ему помогут. И королева сказала, о, это вообще здорово. Что вот, если вы воспитываете людей с такими качествами, надо, чтобы ваши школы вообще были повсеместно. Почему только начальные школы? Давайте сделаем как-то начальное, среднее образование, да. И когда она посетила эту школу, там их было всего три. Сейчас их уже восемь. Потому что правительство очень активно начало финансировать. С подачи королевок, да. Распространение этих школ по всей стране и так далее. То есть, ну, вот, это просто маленький пример того, как небольшое сотрудничество приносит просто потрясающие результаты. Потому что в Кали-югу, запомните, сила в количестве. Да. Это вот цитата из Махабхараты. Санга-Шахти-Калау-Яге. Что в Кали-югу единственный источник силы – это санга, да. Объединение. И поэтому, если мы объединяем свои усилия с другими людьми, это становится очень, ну, серьезным источником силы. С нами сразу начинают считаться и очень серьезно воспринимать. С нами хотят сотрудничать, нам сразу хотят помогать и так далее. То есть, это меняет вообще полностью всю диспозицию силы сотрудничества. Да. У меня вопрос, конечно, вдохновляющий. Ну, вот, насколько я вот, ну, нахожусь в обществе, это наши ядные, не только наши. У нас, вот, ну, может кто-то мне скажет, что это не так, у нас какая-то внутренняя тусовка, которая вообще не направлена вовне. То есть, вот любой праздник взять, что прошли, что будет раманами, ну, все они. То есть, там все свои, все как-то там себя ведут, там ходят, обнимаются. Посторонних, в принципе, нет. А если придут, то нет программы, так сказать, с ними там, ну, ассимиляции общества преданных, как-то там, гидами быть, там, встретить, рассказать. Никого не пускаем. Никого не пускаем, потому что нам займут хорошо. Вот, просаду только на нас, хватит. На хоринама флайеры не раздаем. То есть, нет программы, никакое привлечение лиц, вообще. То есть, вот, есть бахтевриши, как бы, типа, да, вот пусть они этим занимаются. Вот это их задача. Хотя у них немножко другая задача. Вот так или иначе, в принципе, вот что взять наши ратхаятры, да, там, вот эти вот, которые в парке Маяковска проходят. Все для своих. То есть, тусовка для своих. У нас в АВНЕ вообще нет никаких программ. Может быть, я не прав, но, во всяком случае, я в них не участвую и как-то не слышу. И что, может быть, вы посоветуете для нашего времени, для нашей ятры, для нашей страны, если какие-то направления. Потому что даже пища жизни – это сдулость. Но безусловно, что есть программы, есть программы, которые привлекают новых людей. Но однозначно, что можно было бы сделать так, чтобы намного больше людей приходило. То есть, вот теми темпами, которыми мы сейчас представляем сознание Кришны, нам как раз понадобится, ну, ровно 10 тысяч лет, для того, чтобы освоить Екатеринбург. То есть, весь золотой век будем кувыркаться, да. И, безусловно, что применение разума, да, оно может помочь нам оптимизировать процесс. И мы можем смотреть примеры какие-то очень интересные наших духовных учителей, что они делают, да, учиться на каких-то эффективных моделях. Ну, я знаю, что мой духовный учитель, он, например, использовал Радхаятру для того, чтобы привлечь очень много людей в Турбане, в Южной Африке. Это было, по-моему, 13-й или какой-то год, да, или 14-й. По-моему, 14-го года, в Турбанской Радхаятра. И что он сделал? Он проводил эту Радхаятру под лозунгом общественного взаимодействия. Потому что, ну, самая большая социальная проблема в ЮАР, это вот, ну, противостояние, да, черных-белых, да. То есть расовая дискриминация и так далее. До сих пор это продолжается. То есть люди вроде бы живут вместе, но они отдельно. А Махарадшу, он сказал, что надо создать платформу, которая бы помогала людям знакомиться друг с другом, взаимодействовать друг с другом. И он сделал такую, такой платформой Радхаятру. То есть это была программа, которая помогала людям узнать друг о друге, больше пообщаться. И он туда пригласил много-много разных групп духовных на Радхаятру, чтобы они поучаствовали. И включили в программу. Поскольку там очень много людей, ну, как бы, планировалось, чтобы они поучаствовали. Правительство пошло на тот шаг, который бы они никогда не сделали в отношении никакой религиозной группы. Они выделили им самое, ну, такое, проходное место во всем Дурбане. Это побережье. Там допускалась только, ну, как бы, допускалась деятельность только бизнес-структур. Никакие религиозные организации не могли использовать эту площадку. Им дали эту площадку, гигантская площадка. Следующее, что они сделали, ну, то есть туда были приглашены политические лидеры, так же, да. Разные духовные группы. И это была очень интересная программа, потому что, например, ну, вот на наших Радхаятрах, ну, по крайней мере, на Западе, ну, обычно участвуют какие-то старшие предные духовные учителя, саньяси, да. И, например, вот на площадке, где заканчивается Радхаятра, такие палатки делаются, и есть такая палатка вопросов и ответов, да. И, как правило, там сидит кто-то из старших преданных, да, и объясняет все, что связано с Радхаятрой. Там какие-то гости приходят, да, спрашивают, что это за праздник. На этой Радхаятре там сидел не только кто-то из преданных, да, отвечал на вопросы. В одном ряду, вместе с преданным, рядом с преданным сидел, там, христианский священник, мусульманский, там, мулла, буддийский, например, лидер, да. И вот они вместе отвечали на вопросы публики. Вот это было такое межконфессиональное, межконфессиональное событие. И в результате эта Радхаятра собрала больше двухсот тысяч человек. Максимум, что до этого собирала Радхаятра, было сорок тысяч человек. То есть, благодаря одному, ну вот, благодаря тому, что Шиландрадюм на Махарадхе поменял концепцию Радхаятры, в пять раз больше людей получила милость Господа Джаганатки. Было распространено феноменальное количество книг Шилы-Браупага. Просада, 200 тысяч порций розданных, да, и так далее, и так далее. То есть, люди получили гигантское благо. И, что самое главное, правительство так вдохновилось, что они сказали, ребята, это очень здорово. Почему бы на следующий год нам не сделать фестиваль ваш, фестиваль общественного взаимодействия на полмиллиона человек? И мы вам выделяем из городского бюджета больше миллиона долларов. То есть, вы сами оплатили прошлый фестиваль, следующий фестиваль с нас. И это как бы в Южной Африке, где, ну, очень все коррумпировано, и они решили проплатить всю Радхаятру. И бредные организаторы пошли и сделали это предложение местному руководству. И там началось обсуждение, но, как обычно, у нас бывает все так затянулось и забылось. И потом эти мэрии, с администрации городской позвонили и сказали, что мы, похоже, мы ждем, когда вы скажете, да или нет, что вы с нами так и не связались, похоже, что вы не будете с нами сотрудничать. Но нам этот фестиваль интересен, тогда мы его сами организуем. Но вы можете в нем поучаствовать. Ну, то есть, конечно, Идрадюм Мухарад был очень обескуражен таким поворотом делом. Ну, то есть, как бы, такая замечательная программа, она просто застряла из-за каких-то бюрократических внутренних поволочек. Ну, то есть, принцип такой, что, ну, опять вот, если нету вот этих личностных отношений, правильно построенных, превращается в бюрократию все внутри. И, ну, то есть, как бы, да, безусловно, что стоило бы подумать над тем, как сделать сознание Кришны более доступным и более понятным для людей, не меняя его сути, но, как бы, и изменив форму подачи. Вопрос о благословении. Сил Гурдев, друзья, с вами, в одной из лекций сказал, благословение — это то, что намного превосходит того, что вы должны получить. Не могли бы я что-то сказать по этому поводу? Ну, это беспричинная милость. Безусловно, что то, что мы должны получить, это в рамках нашей кармы. То, что мы получаем сознание Кришны, далеко превосходит любую нашу карму. То есть, это просто беспричинная милость. По желанию Кришны, Его чистых предназначений, мы можем. И получить то, что мы не должны были получить. И сделать то, на что у нас нет своих сил. И, например, додуматься до того, на что у нас никогда бы не хватило разума. У кого такой опыт был, что вы, например, начинаете проповедовать, или что-то пытаетесь делать для Кришны, и вдруг Кришна дает вам такое понимание, такой разум, и вы явно понимаете, что это не ваша заслуга, что это не от вас исходит. У кого-то был такой опыт? Вот оно подтверждение. А как работают благословения? Последний, наверное, вопрос, потому что уже время. Можно вопрос, похоже на вопрос газогантов. Получается, вот у нас праздники есть в городе Башнадске. Ну, я тоже немного принимаю участие, там ВКонтакте продвигаю как-то. Как бы тоже есть желание расширять их, чтобы они максимально были. То есть, сейчас приходит там 500 человек, там, ну, охота, чтобы там 2000, там, несколько тысяч, да, приходило. То есть, как бы я предлагал идею, что давайте расширять, как бы как-то делать. Вот и получается, ну, в ответ пример такие, ну, ответы, что как бы праздники нужны, ну, чтобы Вашнабы отдохнули, да, чтобы как-то наслаждались, там, экстаз. Типа, если будет много, ну, простых людей, то как бы экстаз потеряется. То есть, как бы все работают, надо как-то прийти тоже отдохнуть где-то, то есть, вот как бы, ну, и вопрос такой. То есть, что с этим делать? Либо это должна быть какая-то другая программа общественная, а вайшнабский как бы оставлять, вот этот большой фестиваль, либо брать этот вайшнабский, его просто расширять, как бы, как это понять вообще? Ну да, как правило, программы чисто для вайшнабов, ну, вот, делаются в форме ретритов. Да, ретрит — это закрытая программа, это только для поп-риглашения, да, туда не могут поедать все. Но, естественно, что у нас должны быть программы, которые привлекают людей. Я помню в свое время, ну, в Челябинске, поскольку у нас не было достаточного помещения, ну, то есть, мы просто начали проводить праздники, потому что мы увидели, что, ну, слишком много людей приходит, и помещения, ну, как бы, нужны большие. А потом, когда мы уже начали большие помещения снимать, мы решили, а почему бы вообще, почему ограничивать, как бы, население города, пускай они тоже празднуют. Да, и мы начали позиционировать вайшнабские праздники, как праздники индийской культуры, да. Например, там, Гавардан, там, праздник сладкой горы, да, горы сладости, и там, люди приходили, и так далее. Или какие-то, вот, события знаменательные, например, на столетие правопады мы организовали программу, ну, то есть, день явления Шилы-Правопады, и это было знаменательное событие, поэтому мы приглашали адресно вообще всех влиятельных людей города, там, напечатали какие-то очень впечатляющие приглашения на красивой бумаге, там, золотой печатью, и все остальное, то есть, ездили по этим солидным людям с подарками, с какими-то говорили, что у нас такое очень, ну, как бы, редкое событие, сто лет явления нашего основателя, да, и так далее. И, ну, то есть, провели массовую работу даже со средствами массовой информации. И на это, на столетие правопады в этом дворце культуры собралось больше тысячи человек, хотя там, в то время у нас было всего человек сто преданных, да, то есть, 90% было вообще, ну, будет говорить, посторонние люди, да, вот, и все это не только освещалось средствами массовой информации, была вообще прямая трансляция Киртана по местному каналу телевидения, незабвенный Арджуна Кришна в руку, ввел Киртан на гармошке, и вот прям его крупным планом снимали, как он там поет, но это было очень, ну, то есть, как бы, такое удивительное событие. И после того, как мы начали праздновать, вот, праздники на таком городском уровне, и всех приглашать, ну, я помню, один такой эпизод, насколько изменилось отношение к нам в городе, что мы ехали на микроавтобусе куда-то, и там какая-то часть была заблокирована, то есть, что-то там, ремонт, я не знаю, почему движение было оцеплено, и надо было ехать в объезд. Ну, а мы решили, да ладно, чего там, в объезд слишком долго ехать, мы дворами проедем, ну, как обычно, нам закон не писан, и мы поехали через дворы, а там тоже стоял кордон, видно, они знали, что такие умники найдутся, да, которые решат через дворы проехать. И нас установили, говорят, вы куда? Вы что не знаете, что тут оцеплено? Ну, и мы такие, а вот, да, оцеплено, то есть, мы не поняли. А мы в байшнавской одежде. И второй гаишник говорит первому, так это кришнаиты, они праздники устраивают на весь город, отпускают, пускай едут. То есть, у нас вообще как спецтранспорт пропустили. Почему? Потому что весь город знал, что мы занимаемся общественно полезной деятельностью. То есть, и даже это отношение к преданным меняет. Поэтому, да, почему бы не делать праздники для всего города, чем екатеринбуржцы провинились, что вы не даете им возможность поучаствовать. И, соответственно, если вы делаете эти праздники на уровне города, вы можете запросто обращаться к многим спонсорам и просить их профинансировать, да. То есть, ну, особенно если это будет проходить под каким-то девизом, всем понятным и всем интересным, да. То есть, вы можете сами придумать этот девиз, что-то вдохновляющее для широкой категории людей. Если 95% сознания и Кришна – это здравый смысл, то что из себя представляют оставшиеся 5% – это как раз-таки эзотерика. Это то, что мы называем очинтия – непостижимые вещи. То есть, то, что наш разум не способен охватить или осознать. Вот то, что мы вынуждены просто принимать на веру. Мы не можем это проверить. Но этого всего лишь 5% сознания, конечно. Все остальное, оно проверяемое. А если наоборот? А? Если наоборот, это серьезная проблема. Но Шелбраупада, как бы, если читать его книги, он был категорическим противником слепой веры. И если мы настаиваем на слепой вере, мы говорили, да, какая-то тенденция еще вчера, людей на букву «М», которые настаивают на своем абсолютном и непогрешимом авторитете, как боги. То есть, если мы позиционируем себя как боги, что вы не способны понять то, о чем мы говорим, просто поверьте и просто примите. То есть, это очень неправильный подход. Шелбраупада никогда так не подходил. Успешная модель сознания Кришны – это модель, которую Шелбраупада представил. Благодаря Кришны. Спасибо всем. Глаз о Раджи, Мань Бхагадан Кири. Шелбраупада Кири. Шелбраупада Кири. Шелбраупада Кири. Шелбраупада Кири. Шелбраупада Кири.